Уважаемые граждане Республики Молдова, я понимаю, что сейчас все ждут от меня решения, в чью пользу я призову голосовать своих избирателей во втором туре президентских выборов. 213 тысяч, 169 человек поверили в меня, отдали свой голос за мою кандидатуру, за что я им очень благодарен. Однако большинство граждан нашей страны отдали свой голос за двух других кандидатов. Я хочу отметить, что я уважаю выбор абсолютно каждого гражданина. Так сложилось, что на президентских выборах в 2016 и в 2020 годах я оказывал в два раза поддержку разным кандидатам в президенты. И выступая в поддержку этих кандидатам в прошлом, мне приходилось за это извиняться в будущем. Перед тем, как я объявлю решение, которое в течение недели обсуждалось с гражданами и активом нашей партии на вчерашнем совещании, хочу детально довести до всех граждан несколько важных пунктов. Майя Санду и партия ПАС за годы своего правления доказали, что они пользуются поддержкой и любовью только за пределами нашей страны. И эта любовь и поддержка ничего не имеют общего с нашими национальными интересами. Еще год назад я это назвал синдромом Горбачева. Это когда тебе аплодируют за границей, а внутри страны тебя ненавидят. В течение последних лет власть блокировала все мои действия, связанные с борьбой коррупции и связанные с защитой интересов граждан нашей страны. Вспомните, пожалуйста, газ по 29 лей для простых людей, а 14 лей для некоторых избранных. Как говорили тогда Майя Санду и ПАС, усатые организовывают дестабилизацию. В судах закопали, это после всех реформ вестиции, последние надежды граждан на справедливые тарифы. Закопали мазут с пыну, купленный по двойной цене. Вспомните скандал термоэлектрика. Что говорил тогда спикер парламента Гроссу? Что мы знаем, какая башня Кремля дала усатому это видео для того, чтобы разрушить европейский путь в Молдову. И усатые по заданию Кремля готовят провокации. И главное, на протяжении всего их мандата, и Майя Санду и ПАС, все их НПО, независимая в кавычках пресса, сотни сайтов, блогеров и троллей, устроили мерзкую циничную трагулю против меня и всех тех, которые критиковал партию ПАС. Параллельно они и их кураторы из-за рубежа сфабриковали против меня уголовное дело, надеясь поставить меня на колени. Центральная избирательная комиссия создала невыносимые условия для участия в выборах меня, кандидата нашей партии, и многих других оппозиционных политиков. Все это они делали в надежде, что Санду выиграет выборы в первом туре. Вся их команда постоянно оскорбляла меня и моих избирателей. А сегодня, перед вторым туром, нас что-то всех резко полюбили. И меня, и моих сторонников. Майя Санду начала даже говорить, что сила в правде. А все баннеры и все билборды и в социальных сетях, и в стране стали что-то резко бело-синими цветами. А это официальные цвета нашей партии с 2014 года. Я дожил увидеть и это. Хочу попросить внешних партнеров из разных стран перестать на меня давить и просить о поддержке Санду. В том числе из-за этого на весь период предвыборной кампании, не только до первого тура и после первого тура, я отказал во встрече с представителем всех посольств. Я хочу, чтобы все граждане страны и вы знали, что я сам решаю, как мне быть и никто на меня не может повлиять. После всего того, что было сделано против меня, против граждан нашей страны и против наших сторонников, наших активистов, других оппозиционных политиков, и речи не может быть о поддержке Майя Санду во втором туре президентских выборов. Сегодня во втором туре кандидат партии социалистов Александр Стойнов. Все те, кто наблюдает за моей, нашей политической деятельностью с 2014 года, вы прекрасно знаете, что руководство партии социалистов в лице Игоря Додона пытается уничтожить нашу партию и сломать меня еще с 2014 года. В 2014 году Додон по договоренности с Плохотнюком, они снимают нашу партию с выборов, в результате чего в парламент проходит только партия социалистов и набирает более 20 мандатов. Против меня и наших сторонников были сфабрикованы десятки уголовных дел. В 2015 году после местных выборов они создают коалицию с партией Плохотнюка во всех районах страны. В 2016 году они меняют в Конституции минимальный возраст кандидатов в президенты, для того, чтобы я не смог участвовать в президентских выборах, тем самым они заблокировали меня. После моей поддержки и победы Додона в 2016 году, против меня и нашей партии началась самая грязная кампания в моей жизни. Меня заставляли уйти из политики, заставляли в Москве передать весь партийный актив социалистам. Все примары и советники от нашей партии в 2018-2020 годах должны были перейти в партию социалистов. Мы отказали, этого не случилось. Что со мной начало происходить дальше, вы все видели. Я хочу, чтобы вы все знали, что был заблокирован в 2018 году даже мой выезд за границу для удаления опухоли, которая ежедневно просто тупо сокращала мою жизнь. Было оказано давление на моих родителей, которые прошли через незаслуженный ужас и унижение. Против 2020 году вы все стали свидетелями того, что я выступил против Додона. Против меня сфабриковали уголовное дело в России. Меня пытались поставить на колени и медийно унистожить. Во время всей предвыборной кампании этого года, вспомните, что я говорил. Я неоднократно говорил о том, что не хочу критиковать оппозицию, чтобы не ссорить избирателей оппозиции. Чем мне ответили Додон, социалисты и кураторы. Усатый кандидат Майсандуй Пас. Ричан финансирует Усатого и контролируется на Западе. Усатого задача проиграть Санду во втором туре, либо продать ей голоса. На меня перед первым туром начали оказывать давление из Москвы, для того, чтобы я снялся с выборов в поддержку господина Стойнова. После моего отказа мне начали угрожать новыми уголовными делами и заочным осуждением по-старому, которое мне возбудили в предвыборный 2020 год. К сожалению, я должен сегодня констатировать, что в группу поддержки Стойнова вошли не только политики в нашей стране за ее пределами, но и такие мерзавцы, как Платон, Филат, Кармалак, он же болгар и прочие негодяи. К сожалению, я сегодня могу констатировать, что их общий кандидат сегодня с партии социалистов оказался слабым и молчал, игнорируя мои просьбы прекратить это безобразие со стороны его соратников и партнеров. Сегодня, не дожидаясь результатов второго тура выборов президента, они мне готовят уже новые мерзости для парламентских выборов в 2025 году. Об этом поговорим чуть позже. Господин Дудон, вы говорили о том, что Стойнова единственный кандидат, который может победить во втором туре. Что усатый, такой, сякой и так далее, и так далее. Сегодня через посредников в разных странах вы просите мои голоса. Вы же так были уверены и вы говорили, что я спойлер, что я продам голоса. Я сегодня вам и всей стране и всему миру показал, что я ничего никогда никому не продаю и никогда не продам. Особенно, если речь идет о стране. Чем вы отличаетесь сегодня, товарищи социалисты, от партии ПАС? Когда те же мерзости и нападки в мой адрес, вы продолжали даже в день выборов. Когда такие, как Цирдя и многие другие негодяи, публиковали статьи, новость о том, что Майя Санду делают вбросы в диаспоре за усатого, чтобы усатый вошел во второй тур. Майя Санду дала команду еще где-то сфальсифицировать поддержку усатого. Вам не стыдно за все эти мерзости, которые вы делали, которые делаете сегодня? Поэтому, товарищи социалисты, я говорил, говорю и повторяю еще раз. Вы от ПАС ничем не отличаетесь. У вас такие же методы грязные и подлые борьбы, такие же, которые есть сегодня у них. Сегодня на меня давят разные страны для моей поддержки во втором туре Майя Санду или Александра Стойногова. Хочу сказать гражданам нашей страны, что безуспешно. Я служил, служу и буду служить только интересам нашей страны и ее гражданам. Если сегодня господин Стойногова, как кандидат к президенту, не смог разобраться со своей группой поддержки и со своими сторонниками, как же он может разобраться со всеми схемами и со всеми проблемами, которые есть у нас сегодня в стране? Мне очень жаль, что вчера на дебатах, которые видела вся страна, я в них не участвовал. Не участвовал, потому что граждане отдали свои голоса большинству двум других кандидатам. Я уважаю выбор всех граждан страны. Но вчера вы бы увидели настоящие дебаты. И вы бы увидели, что есть тот, который служит не русским, не американцам, не европейцам, а служит только гражданам нашей страны и готов до конца бороться в интересах сугубо граждан нашей страны и Республики Молдова. Уважаемые граждане, в течение года меня многие спрашивали, за кого я призову во втором туре, если займу третье место. Я всегда говорил, что после ошибок, которые я совершил в 2016 и в 2020 годах, я больше никогда не призову, не буду призывать за кого-либо. И я свое слово сдержу. Поэтому после консультации с гражданами и активами нашей партии, я хочу вам со всей ответственностью заявить, что я не буду голосовать во втором туре президентских выборов ни за одного кандидата. Но я не имею права решать, что делать гражданам нашей страны. Каждый гражданин должен нести персональную ответственность за свой выбор и за свой голос. Никто из политиков не имеет права управлять голосами или судьбами сотен тысяч граждан. Да и это невозможно. Просто вас всех обмнули и всю предвыборную кампанию вам что говорили? Вы увидите усатый продаж голоса Майя Санду. Усатый по заданию американцев, румын, европейцев сделать то-то, тот. Сегодня вы убедились в том, что додоны, социалисты и все те, кто их поддерживает, и все мерзости про меня писали в социальных сетях, они вас обманули. Поэтому, уважаемые граждане, еще раз, каждый из вас должен нести персональную ответственность и за свой выбор во втором туре. Поступайте так, как считаете нужным. Вы все взрослые люди, вы наблюдали за моей компанией и за моей позицией на весь период избирательной кампании и не только. Я могу вам пообещать, что я никогда вас не разочарую и не предам, вне зависимости от вашего решения, во втором туре этих выборов. Я буду продолжать реформировать нашу партию и открывать офисы по всей стране. Я продолжу нашу борьбу только за Молдову, за интерес ее граждан на парламентских выборах 2025 года. Я вас всех сегодня желаю вам крепкого здоровья и просто никого не слушайте. Не верьте пропаганде, не верьте всем мерзостям, фейкам, которые публикуются в социальных сетях. Просто анализируйте, думайте о том, что является большим или меньшим злом и делайте правильно свой выбор. Да, я на этих выборах, как я говорил, лично я не голосую. Но я не имею морального права сегодня граждан нашей страны призывать к бойкоту, либо к чему-нибудь другому. Поэтому, сила в правде, я иду вперед. Нас ждет впереди огромная работа. Спасибо еще раз всем гражданам, которые голосовали за меня, за нашу партию. Спасибо всем тем, кто рядом со мной с 2014 года. Спасибо всем тем, которые присоединились и присоединяются каждый день. Мы идем вперед, мы построим самую сильную партию в стране. И мы добьемся того, чтобы люди в нашей стране стали жить лучше. Семацы, стемацы молдовени. Капу сус, мерзем наинте. Суммем обязательства каштегам, что для большинства цитатей и тех, которые стоят в Республике Молдова и стоят на фара царей, мы собираем университет, или даже последняя сперанса. Суфисты санатожи, айте грижи для вас. После три коллеги президентские, в силу, мы собираем, чтобы мы работаем в целом, только для Республики Молдова. Вау, прием, питос. Суфисты санатожи. Суфисты с зимой, пока. Пока.